Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами сегодня протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга, и мы с вами прочитаем восьмую главу Евангелия от Иоанна. Как и в предыдущей главе, мы с вами по-прежнему оказываемся в атмосфере праздника Кущи, прекрасного и самого торжественного, и самого святого праздника иудаизма. И предыдущая глава закончилась с наступлением ночи, когда все расходятся по домам, наступает покой. И следующая, восьмая глава начинается с указания на то, что Иисус в это время уходит на гору Илеонскую для того, чтобы побыть в тишине, прибыть в молитве и восстановить свои силы после очень трудного и драматического дня. А утром он спускается в Иерусалим и идет в храм. В храме он учит, проповедует. И в этот момент книжники и фарисеи для того, чтобы уличить его в каком-то новом преступлении, приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И далее следует эпизод, который стал излюбленным сюжетом религиозной живописи, христианского искусства. Женщина застигнута в прелюбодеянии. И можно себе представить, что в рамках празднования кущи, когда праздник нового вина и всеобщего ликования, веселья, может быть, действительно эта женщина совершила грех, подалась какому-то искушению. Так или иначе, ее схватили с поличным и приводят в храм для того, чтобы Христос произнес на дни суд. Понятно, что эта женщина по закону Моисеева должна быть побита камнями. Поэтому ждут, что он произнесет именно этот приговор. Но Христос, как Сын Бога, не может судить, как судят люди. И его суд будет совершенно парадоксальным. Это хороший пример для богословов. Потому что истина рождается в парадоксальной ситуации. Христос оказался в положении, где оба ответа будут ошибочными. Если он ее оправдает, значит, он не уважает закон Моисея. Закон предписывает приговорить к смерти. Если он ее приговорит к смерти, значит, тем самым он не есть милосердный Бог. И его руками совершится насилие. И понятно, что такой человек не может быть Мессией мира. Поэтому Христос находит выход. Иногда богословы употребляют здесь слово юмор или ирония. Потому что ответ Христа настолько парадоксален. Выйти из этой ситуации невозможно просто так. И как будто он иронизирует над своими врагами, над своими оппонентами. Он им говорит, тот, кто менее грешен, чем она, или тот, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень. Да, вроде бы она действительно совершила смертный грех и должна умереть. И пусть это исполнит тот, кто без греха. И понятно, голос совести даже у самого уверенного в себе фарисея или книжника говорит о том, что человек не может быть без греха. И поэтому никто не осмеливается бросить в нее камень. И ситуация разрешается сама собой. Все уходят и остаются они один на один, глаза в глаза. Эта женщина, вероятно, ее взяли с поличным. Может быть, она была едва одета. И, по крайней мере, в полной растерянности. И она смотрит в глаза Бога, а не наедине. И Христос ей произносит слова «иди и не греши больше». Он ее не судит. «Иди и впредь не греши». Эта сцена очень часто считается вставкой, потому что во многих рукописях она находится вообще не в Евангелии от Иоанна, а, например, в Евангелии от Луки. И действительно, по стилистике она ближе к богословию евангелиста Луки, который считается евангелистом божественного милосердия. Для него эта тема особенно дорога. Для Иоанна более дорога тема христологии, что Христос – Сын Божий и есть Иисус Христос. И поэтому некоторые считают, что это вставка, но, тем не менее, она совершенно прекрасна и богодухновенно читается здесь, в этом месте. И затем мы опять оказываемся в контексте празднования кущей. И мы можем себе представить, что в тот момент, когда торжественная процессия совершается вокруг Иерусалимского храма в свете факелов, когда весь город наполнен светом, и это как некая заря мессианских времен, потому что, когда придет Мессия, то не будет ни дня, ни ночи, все будет заполнено этим невечерним светом. Именно в атмосфере этого ликования Христос произносит новые слова о себе. «Аз есть свет миру! Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Праздник кущей – это одновременно воспоминания о скитаниях народов в пустыне. И там мы тоже встречаем образ света, потому что для того, чтобы народ не погиб в пустыне, Господь его сопровождает, и Он днем сопровождает его в виде облачного столпа, а ночью – в виде светящегося столпа, огненного столпа. И Христос здесь вспоминает именно этот образ. «Я – свет миру!» Именно вот тот столб огненный, который вас вел в пустыне ваших отцов. И поэтому, кто последует за мной, как ориентир, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И дальше начинается полемика с фарисеями, которая уже началась в седьмой главе, и вопрос, который задают ему – «Ты сам свидетельствуешь о себе?» Потому что свидетели должны быть всегда независимыми и внешними свидетелями. Если человек сам свидетельствует о себе, то его утверждение не является истиной. И поэтому вопрос – «Кто твой свидетель?» Мы видели, что фарисеи отвергают идею, что Иоанн Креститель свидетельствует, Писание свидетельствует. И здесь Христос говорит о том, что есть еще один свидетель, которого фарисеи не знают – тот, кто послал Христа. Отец свидетельствует о нем. «Не я сам свидетельствую о себе, а свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему – «Где твой Отец?» Фарисеи знают земного Отца Иисуса, праведного Иосифа, но они не знают небесного Отца. И дальше евангелист Иоанн указывает, что все, что происходило, Христос произносит, находясь рядом с сокровищницей храма. И никто не смог его арестовать, потому что час его не пришел. Затем возникает опять образ того, что Христос уходит, его будут искать и не смогут найти, потому что туда, куда он уходит, никто за ним не сможет последовать. И в этой главе речь идет о том, что он возвращается к Отцу. Он возвращается туда, туда, где он пребывает от века, от вечности. И поэтому Христос отвечает своим оппонентам – «Куда я иду, вы не можете прийти. Вы от нижних, вы от земли, вы от плоти, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, что аз есть, то умрете во грехах ваших». Вот здесь очень важная для евангелиста Иоанна тема о том, что то, что рождается от Духа, есть Дух, что рождается от плоти, есть плоть. Христос, как Сын Божий, пришедший от Отца, возвращается к Отцу, потому что был с Ним изначально и всегда остается с Ним. И единственный путь избежать смерти, именно как ее изображает в ангелист Иоанн, это стать учеником Христа, жить Его жизнью и соединиться с Ним, через Него стать Сыном Его Отца. И понятно, что собеседники еще не понимают, о ком идет речь, что речь идет о Небесном Отце, о Боге. И Христос опять произносит пророчество о Кресте. Тот момент, тот час, о котором все время говорится в Евангелии от Иоанна, Кайрос, час славы, тот момент, когда Христос будет вознесен на Кресте в знак позора, казни и поругания, в действительности для Него станет знаком и моментом Его славы и Его царской интронизации. И поэтому Он говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делал от Себя. Потому что в действительности Отец воскресит Сына, и тогда ученики по-настоящему уверуют в то, что все, что говорил Христос о Себе, есть истина. И она откроется именно в тот момент. И многие, кто слушают слова Христа, настолько проникаются силой, которая исходит из Него, что обретают веру, уверовали в Него. И следующий диалог происходит с теми иудеями, которые уверовали во Христа. Когда мы говорим слово «иудей», то нужно понимать, что в Евангелии от Иоанна это синоним слова «мир». Точно так же, как мир не принимает Христа, не верит в Него. Иудеи – это лишь только некий знак, не только реальные иудеи, но более того, это вообще символ и образ того мира, который отвергает Христа, независимо от своих религиозных и этнических составляющих. И тем, кто поверил во Христа, Христос обращает такие слова. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободны». Совершенно потрясающие по глубине, по поэтической красоте слова, потому что слово «откровение Бога» – это некое пространство, в котором нужно пребывать. То есть это как скини, как некий дворец, в котором ты поселяешься, и это твой дом. Ты не можешь просто прийти, уйти, ты можешь войти и выйти, потому что ты свободен, но именно слово становится твоим местом пребывания, твоим местом жительства, твоим домом. Поэтому если пребудете в Слове Моем, то действительно вы станете Моими учениками. Как сын, в отличие от рабов, знает, что происходит в доме, он не чужой, он родной в этом доме. Точно так же ученики – это те, кто свои, в доме отца. И эта связь со Христом и связь с Богом делает человека свободными. Вот здесь возникает тема истины и тема свободы, которая взрывается, как на пороховой бочке. Потому что даже те, кто уверовали во Христа, и те, кто готовы принять Его как Мессию, становятся на дыбы в этот момент. И они говорят, а мы никогда не были рабами. Мы – дети Авраама, мы – потомки Авраама. И мы никогда не были в рабстве, мы всегда были свободными. Почему ты говоришь «сделайтесь свободными»? И Христос здесь переводит разговор в новое русло, потому что в действительности внешняя свобода – это важно и прекрасно, но гораздо важнее – это внутренняя свобода, потому что тот, кто творит грех, он не свободен. Настоящая свобода, трагическая свобода – это рабство греху, рабство тлению, рабство смерти. Именно поэтому для того, чтобы быть в доме сыном, а не быть рабом, нужно поверить. Вы думаете, что вы семя Авраамова, и вы думаете, что вы свободны, но в действительности это не так. И дальше полемика обретает новый накал, и Христос произносит, может быть, слова, которые вообще трудно вместить человеку верующему, а тем более в обстановке спора, речь заходит о том, кто является сыном Авраама, а кто является сыном дьявола. И поэтому полемика очень острая, и Христос говорит о том, что прежде Авраама он уже был. Опять же, фарисеи размышляют по плоти и говорят, как же так тебе нет и пятидесяти, а Авраам наш жил много-много столетий тому назад, как ты говоришь, что ты был прежде него. На что Христос отвечает исповеданием своего мессианства, прежде чем был Авраам аз есть, потому что в действительности он есть Бог, для которого нет ни до, ни после. Бог, который был, есть и остается всегда прежним. Понятно, что оппоненты его не понимают. Другой сюжет, связанный с Авраамом, это тема радости. Иисус говорит о том, что Авраам видел меня и радовался об этом. И опять же, возникает вопрос, как же он тебя видел? Потому что он давно умер. Но в действительности, когда Авраам получил как достояние Бога первого сына Исаака, это и был прообраз мессии. И та радость, которую испытывал Авраам, об Исааке, в действительности в пророческой глубине была радость о другом потомке Авраама, мессии, который однажды придет. Поэтому прежде, чем был Авраам, аз есмь. И эти слова, аз есмь, звучат, как последняя кульминация. Потому что это очень сильные слова, они отсылают любого благочестивого Иудея книги «Исход», там, где Бог открывает свое имя Моисею. Иногда мы в переводах видим «аз есмь сущий». Но сочетание этих слов есть священное имя Бога, которое было непроизносимым, имя Яхве. И от того, что Христос открыто говорит о себе, что Он и есть тот самый Бог от начала сущий, аз есмь, становится последней каплей, которая переполняет терпение иудеев. Они берут камни для того, чтобы бросить в него. И глава заканчивается словами о том, что Иисус выходит из храма, проходит среди них, и никто не смог причинить Ему вреда. Он уходит далее. На этом мы завершаем чтение восьмой главы. С вами на портале экзогет.ру был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...